Так, значит, Валерий Данилович, сосед по Красному хутору, так, мы с ним на ты, но буду пока на вы, так, все-таки фильм официальный, значит, Валерий Данилович, я сделал фильм, посвященный Путину, направленный, как сказать, Путину, и в надежде на то, что что-то в наших делах садов сдвинется, так, нужны примеры, положительно, отрицательно. Вот давай все-таки это, обмалывался же, а, с какого года здесь, в Красном хуторе, Шушенский район, Красноярского края? 11 лет, так? Теперь обвыкся, что-то начал понимать, что ты высылаешь в Ростовскую область, и как это ты осмелился им, где роскошные сады, высылать северные косточки? У них процент выхода с косточки, вот, выращивают, очень маленький, много погибает, вот, а нашу сибирскую туда присылают, вот, они выращивают и говорят, что приживаемость очень большая, и жизнестойкие саженцы получаются. Так, я это слышу очередной раз, я не зря тебе этот вопрос задал, сестра имеет образование? Ну, конечно. Так, просьба встать под это красивое дерево, так будет лучше, имеет, какое должность? Агроном, а сейчас сам селекционный совхоз распался, его нет. Она взяла 2 гектара земли из этого совхоза, и на них выращивает саженцы, там что-то делает, вот. А это вот, что сейчас от того, что там было, это, между прочим, в Семикаракоры туда ехали со всего мира садоводы, там был богатейший совхоз, селекционер. Так, ну, есть поговорка, где родился, там пригодился. Ну, как получилось, что северяне туда пошли от вас? Что вы высылали, какие косточки, чего? Абрикосы, вишню, вот, отправлял. Ну, больше ничего не отправлял. Ну, хорошо, мы стоим возле вишни. Да, вот вишня. Вот, значит, давай так, что это за дерево, откуда взялось? Это вишню я когда-то саженцем маленьким купил у Железова. А, то есть у меня? У Валентина Константиновича, да. Ладно, теперь, какой результат? Вот, с этого саженца, вот, 7-8 год, получилось уже дерево. Так. Она плодоносит, вот в этом году плохо плодоносит. Почему? Потому что, скорее всего, что, вот они вишни. Вишня, надо было сорвать, простую нашу вишню. Ну, понятно. Название помнишь? Вишня Жуковская. Все правильно, только я ее тут культивирую. Ладно, урожаи были настоящие? Да, она родит просто неимоверно сколько. Кроме этого года, правильно? Ну, вот в этом году... У меня слабый урожай. Ну, 40-градусная зима. Сама вишня-то уродилась, а вот на этих вишнях в этом году почему-то... Ну, почему-то. Из Сибири. Пойдем, там так точно такая же вишня, я уже распробовал. Вот, вместе с женой вашей, Татьяной. Вот. В чем разница и откуда вот это взяло с дерева? Урожай примерно такой же, так? Да, примерно то же самое. Кстати, Таня мою вишню, вот эту, с моим сальцем, назвала черешник. Вот. Так, теперь откуда это? Сейчас я выключу телефон. Мешает. Ну, так все-таки откуда дерево? Это дерево привито, сам лично привил. О! Поздравляю. С этого дерева? А, так это его, получается, сынок. Да. Веточка взята с моего. Его дети. А подвой откуда? А подвой наш местный. Ну, тот самый, да? Да. Теперь давайте про подвой поговорим. Почему? Итак, значит, сколько ведер вы с моего сада собрали? Именно она как? Я ее называю, что теперь Штамбово, так? Она же подвойная. Ну, это то, что... Мы не вежать, не взяли. Нет, и вы не поняли вопрос. Я говорю, с участка, с которым у меня граница. Вот. Она называется Вишня Сибирская Штамбовая, так? Вот она. Ну, здесь пять ведер. Пять ведер, да? Работано, пять ведер. Ну, ясно. Что-то много получилось. Ну, хорошо. Так, теперь. Теперь, теперь. Что бы еще спросить? В общем, получается так, что... Подвойник себя оправдал. Вот. Почему я возле нее стоим, возле этого ведра? Я, Валерий Данилович, сделал фильм, отправил. И вот Путину посылку отправил, все материалы, книгу. И что я там сказал? Хотите в Европе иметь сады, надо запустить сюда дикарей. Они не дикари, фактически. Вишня довольно крупная. Ой, нет. Теперь уже это все испорчено.